Деньги тяжело даются Первые два года я зарабатывала 120 рублей в месяц Но я большую часть этих денег просрал в пирамиде Ого, оказывается, там на пачку сигарет в неделю уходит столько А это убеждение с детства, оно хорошее Зачем тебе нужны деньги? Она не будет яйца давать, она просто помрет там с голодом Привет, красотка! И сегодня то самое долгожданное видео на тему финансов Я пригласила своего любимого супруга в качестве гостя И он просил себя экспертом не называть, поэтому... Просто он мозг в этой теме Будем сегодня обсуждать финансовую грамотность При этом это не будет, как, наверное, первое, второе, третье Делай так, не так Я просто своим опытом буду делиться Потому что друзья, знакомые говорят, что вроде у меня в этом получается Какой вроде? К нему обращаются все за советом постоянно? Но при этом я особо специально ничего не изучал Сам познавал практикой И может быть у меня просто к этому дар Тема личных финансов, как мы все знаем, в школах еще не представлена Как обязательный предмет И если родители, например, чему-то и обучают своих детей Как взаимодействовать с финансами, со своими деньгами Это уже большой успех Но далеко не в каждой семье это происходит Потому что, в принципе, даже сами родители, все люди Не особо шарят в этой теме А мне еще кажется, что никогда не будет в школе представлено Почему? Ну, потому что это невыгодно Выгодно, чтобы люди особо не разбирались в финансах Тогда, ну, проще направлять куда-то Мы с Денисом недельки две так раскидывали мозгами Чем вообще можно поделиться в этом видео Чтобы это было и актуальная информация Прямо, типа, которая из века в век переходит И она будет всегда актуальна И что-то вот прям современное То, что как раз в 21 веке круто знать Идти в ногу со временем И не забывать про какие-то лайфхаки О которых многие не то что забывают Они их даже не знают Первое, что нам в голову обоим сразу пришло Это заветное золотое правило Тратить меньше, чем зарабатываешь И мне сразу приходит аналогия в голову с похудением Но, правда, там все наоборот Если хочешь похудеть, заветная формула Двигаться больше То есть тратить энергии больше, чем ты ее потребляешь Это как бы так логично Математическая такая формула Но почему-то не всем она прозрачно понятна С весом нужно наоборот стараться, чтобы его не накапливать А с деньгами нужно стараться, чтобы их накапливать Короче, вот проблема в том, что везде нужно стараться Кстати, не только тратить меньше, чем вы зарабатываете Но и чем вы просто получаете Потому что многие же как бы Студенты Да, студенты А родители деньги получают В этом случае тоже можно богатеть тихонечко Покажите это видео своим родителям В том случае, если вы реально тратите все время меньше, чем получаете Сейчас прям рассвет кредитных карт И они показывают, что на самом деле население в целом Там 90-95% они намного больше тратят, чем получают или зарабатывают Именно поэтому они берут карты и тратят не свои деньги, а деньги банка И вот это, на самом деле, путь не очень хороший, если вы хотите в жизни с финансами дружить Когда я ходила еще в университет, мои одногруппники могли брать кредиты на телефоны, на ноутбуки И я такая, офигеть, это уже, получается, всего лишь 18-19 лет, они уже первый кредит брали Второе, это сразу же, что Денису пришло в голову, это фиксировать расходы-доходы Цель такая, чтобы отследить вообще, куда уходят денежные средства Потому что часто мы, потребляя что-то, даже не отслеживаем, а какая определенная сумма ушла на эту мелочь Кажется, что так по мелочи это все куда-то утекает А если всего лишь это все наглядно посмотреть, ты можешь сделать вывод, что, ого, оказывается, на пачку сигарет в неделю уходит столько Ну да, люди, они в основном как рыбки, они не помнят уже, что вчера было Соответственно, когда вы не фиксируете расходы, вы не понимаете, сколько вы вообще даже потратили То есть вам кажется, что примерно потратил 10 тысяч, например Но если бы вы писали, записывали, вы бы увидели реальную картину Даже когда знакомые курильщики, они реально заполняли месяц-два расходы на те же сигареты Они понимали, что, ого, нифига себе Говорят, я даже не думал, что 5 тысяч в месяц срачу Потом такой посчитал на год, за 10 лет и понял, что он себе реально купил тачку бы Как вообще фиксировать расходы? Я думаю, постараюсь и сделаю табличку в онлайне, чтобы вы могли по ссылке перейти и посмотреть Суть такая, что вы просто каждый день записываете в отдельной строке, сколько потратили и на что Потому что пока вы все это в одну картину не соберете, понимание не придет Людям просто жалко времени, наверное, на это тратить Это, как знаешь, хорошие привычки ведения дневника Там, ну, записывать свои мысли, эмоции И также здесь Типа, да, это все прикольно, но на это нет времени Но, в принципе, если ты, например, такой инструмент создашь, как табличка Ее можно в приложении прямо на телефоне видеть, да? В Google таблице То это прямо моментально можно делать Вот прям только купил и сразу записал Не оставлять, чтобы ты вечером все вот это заполнял А прямо моментально, как привычку сделать Да, вот раньше, лет 10 назад, когда не было телефонов, смартфонов Я просто чеки собирал и вечером на компьютере записывал О, боже мой, еще и чеки собирал А теперь реально, даже пока там считают, оплата проходит, заранее вписывал На самом деле, даже, возможно, не так важно и нужно ввести эту таблицу, там, год, например Достаточно повести, наверное, несколько месяцев И ты поймешь вообще, что к чему, да? И уже сделаешь свои выводы Ну, да А потом можно еще через год начать Ну, то есть, потому что вряд ли кто-то прям будет постоянно это делать Не, ну, постоянно это прямо еще топчик Ну, сейчас, кстати, можно вот уже аналитика вот у банков Все же практически карты, если вы карты телефона платите Одним банком, вы можете в итоге потом посмотреть, куда что уходит Правда, мне не нравится, но все равно как-то неправильно все разделяется Потому что бывает зачастую магазин какой-нибудь, который продает продукты Может зарегистрироваться как магазин фототоваров И вы там покупаете молоко с картошкой А в итоге у вас это в раздел фототовары записывается По разным причинам это делают Кто-то ошибся, кто-то там, чтобы налогов меньше платить и так далее Поэтому... Плюс до сих пор не так много людей прям полностью безналом все оплачивают Много налички И есть разные карты То есть, это нужно тоже как-то отслеживать Есть Бирбанк, есть там Тинькофф В этом же пункте мне вспомнилась основная такая проблема людей Которые живут от зарплаты до зарплаты Например, 25 числа переводят зарплату И обычно первые вот эти три дня после зарплаты Человек, так как все-таки существует эмоциональное Импульсивные покупки совершает Тратит не на то, на что бы потратил Ну там, типа более здравом уме, когда уже вот эта эйфория отошла И это видно даже, вот ты про кофейню, да, говорил Что за три дня до зарплаты Намного меньше чеков Люди прям такие, типа, ну все, на мили сидят Ну да, там прям на 30% меньше продаж А, на 30%? Потому что у людей вот в последние дни Перед авансом, перед зарплатой денег нету То есть, они не сильно рассчитывают И также в линзах это также было видно И сейчас видно Поэтому, кстати, можно еще одно правило добавить Вот, например, вы получаете определенную сумму на месяц Допустим, 30 тысяч Вам проще всего разделить на четыре части И понять, что вот у вас есть 7,5 тысяч на неделю Если вы вдруг захотите импульсивно купить в день зарплаты что-то такое дорогое Вы такие, опа, стоят 10 тысяч Это мои расходы даже по 10 дней Соответственно, вам на эти 10 дней потом денег не хватит Ну да, у меня мама, представляете Вот не знаю, мне кажется, всех этих финансовых штук Я не раз видела эту картину Когда вот ей приходила зарплата Она сразу же откладывала там на жилье То есть, какие-то точно вещи, без которых вообще нельзя То есть, там жилье, карт-плата, всякие взносы в школу, в музыкальную школу, мне, на какие-то развивашки Определенная сумма оставалась на продукты То есть, в среднем она понимала, сколько мы тратим И все это было по конвертикам Это так прикольно, что вообще мама этого не знала, по сути Но сама до такого дошла Меня так же мама делала Это правильно Самое основное отложить То, что вот стопудово нужно в течение месяца потратить Коммуналки разные, кредиты у кого-то и так далее И, кстати, вот ты говорила про образование, его нету И, наверное, единственное образование, которое мы получаем от родителей Это вот, когда они реально что-то на своем опыте поняли И так делают, и мы понимаем, что это работает У меня, например, мама на холодильник могла два года копить По 500 рублей откладывать И поэтому я тоже, наверное, лет с пяти начал откладывать Слушай, я же тоже абсолютно точно так же Но знаешь, я вместе с этим сейчас поняла, что у нас также будет дальше пункт Про, что мы еще перенимаем от родителей Это, конечно, всякие разные убеждения на эту тему Они могут быть разными То есть, они могут быть как классными и полезными Которые ты потом действительно в жизни используешь Такой, откуда у меня это, не знаю, само А некоторые могут ограничивать тебя И мы об этом поговорим чуть позже А пока что наш следующий совет будет, возможно, банальным Но нет, это пользоваться картой Может быть, странно звучит Сейчас большинство пользуются картой Но даже по опыту твоей кофейни Ты говорила, сколько там, какой процент наличные до сих пор используют? Там, смотря, какой вопрос на кассе задашь Если просто спросишь, как будете оплачивать То 20% скажут наличными, а 80% безналом А если задашь хитрый вопрос У вас безналичная оплата, то оплачивают уже 90% картой А на самом деле, даже там спрашивали где-то 200 людей У 99% людей уже есть карта Да, но пользуются ими Да, но все равно 20% все равно, по сути, по России сейчас платят наличными Да, возможно, мы для этих 20 тоже это скажем Но чисто с точки зрения гигиены Меньше бактерий и грязи Потому что деньги это одна из самых грязных вещей вообще в мире А еще проще все это сделать просто с телефоном Мне кажется, уже большинство тоже перешло на это Что оплачивают телефоном И что самое удобное Это пользоваться приложением карты своего банка Вот для меня, что, например, было удивление И об этом я узнала только познакомившись с Денисом Что можно, используя карту А именно карту Тинькофф банка Можно постоянно получать какие-то кэшбэки И получать их деньгами Не какими-то там баллами Не какими-то виртуальными штуками Которые нужно там как-то обменивать Нет То есть ты просто используешь карту И на любые покупки тебе приходит 1% обратно Про категории Это просто гениальная вещь В приложении можно выбирать 3 категории из 6 на каждый месяц И на них тебе возвращается аж 15% Я на самом деле Тинькофф уже лет 10, наверное Вообще мой любимый банк И видео, может быть, снимаю все части Потому что попиарить хочу любимый банк Потому что я всеми сервисами пользуюсь Картами давно Всякие инвестиции Даже бизнес кофейный Он на Тинькофф подключен Про кэшбэк если добавить Представьте, вы тратите наличными Или картами, которые вам кэшбэк никакой не возвращают И тратите, например, карты Которые вам 1% минимум возвращает обратно Соответственно, если вы все траты так делаете То инфляция для вас уже на 1% меньше Для всех инфляция 5%, а из-за того, что вы уже 1% вернули Для вас уже 4% А если в деньгах посчитаете, то, ну, допустим, вы тратите 30 тысяч в месяц умножаем на 12, 360 и из них получается вам уже банк просто вернет 3,5 тысячи обратно Прикольно видеть каждый месяц, вот мне очень нравится Заходишь в траты свои в приложении и ты видишь, вам вернули с кэшбэком плюс там 3 тысячи рублей Кстати, я сейчас вспоминаю, когда начал друзей всех подсаживать У них была реферальная, на меня сейчас есть реферальная программа Мне потом друзья стали писать, о, я в этом месяце там пиццу купил на кэшбэк И так, мне кажется, пишут, пишут То, что мы сейчас, кстати, говорили, все вот эти фишки про Тинькофф Это именно про Тинькофф Black И у нас в Тинькофф для вас есть классное предложение Если вы оформите карту Тинькофф по ссылке в описании Потратите вот 5 тысяч рублей, то вам вернется тысяча деньгами, рублями обратно И если вы успеете это сделать до 31 октября, то получите бесплатное обслуживание карты навсегда Это прям нельзя упустить Самое главное, время на это ноль тратится, потому что курьер, он к вам домой или в офис приедет и привезет Ну, переходим к следующему пункту, и это достаточно философская тема у нас такая начинается Ставить себе цели для накопления Мы часто даже не знаем, зачем нам нужны средства, но истинно свои желания, то есть для чего мы копим И, как известно, когда ты ставишь себе цель, у тебя появляется намного больше энергии даже для ее достижения Намного больше смысла Ты просто смыслом наделяешь свои определенные действия Кстати, в Тинькофф можно удобно сделать, там можете отдельно в пару кликах создать счет, назвать его на айфон, например И даже можно автоматизировать, например, с каждого поступления раз в месяц, например, чтобы переводилось там 2000, например, туда Очень удобно вообще, ноль времени не тратишь А если добавить к теме цели, наверное, до цели нужно еще разобраться реально, зачем деньги, да, нужны? Вот, следующий у нас был вопрос, ответить себе честно на вопрос, зачем тебе нужны деньги Этот вопрос мне впервые задал психолог И это, знаете, тот момент, когда в книжке, когда ты видишь такое, ну, то есть там тебе пункт задают такой вопрос Ты ленишься и даже по-честному не выписываешь А когда тебе лично человек перед тобой сидит и такой Зачем тебе нужны деньги? Для чего тебе они нужны? Какие у тебя цели? И ты начинаешь из себя что-то вытаскивать В первую очередь лезут абсолютно стереотипные штуки То есть то, что навеяно определенной массой людей Родительными, кем-то еще, рекламой Только выписывая это, ты истинно задаешь себе вопрос И понимаешь, что, возможно, вообще меня это не трогает Когда ты знаешь, что тебе нужно вот именно это То это позволит тебе, наверное, отказаться от каких-то ненужных трат Может, тебя позовут на какую-то вечеринку И ты будешь понимать, что, ну да, прикольно, но вот я там потрачу столько-то тысяч рублей И не отложишь на свою цель Ну, вот начнутся какие-то, какой-то приоритет появится И это позволит реально меньше делать ненужных трат Я не говорю, что там на вечеринку это ненужные траты Просто, ну, у вас какие-то другие будут, наверное, сравнения Дальше такой пункт у нас стоит Время-деньги И твой пример про бензин Ну-ка, расскажи его Тот афоризм, который годами живет, это, скорее всего, правда Поэтому, когда во фильмах говорят время-деньги Можно это реально с накравенства поставить Если вы на что-то тратите много времени То, значит, вы и денег тратите Даже если вы сейчас прям за это не платите Я вот вспомнил вчера пример Еще лет, там, 10 назад, когда денег было мало вообще И бывало, хватало их только на то, чтобы заправить полный бак бензином Но при этом я всегда заправлял полный бак бензином Потому что я понимал, что какая разница Буду делать, как мои друзья На 100-200 рублей заправляться каждый день И каждый день ездить на автозаправку Стоять в очереди В общем, 15 минут тратить Либо я заправлюсь раз в неделю Полный бак Потрачу те же самые деньги, но намного меньше времени И вот это сэкономленное время Оно реально, даже если взять одну заправку бензином Каждый день и раз в неделю Сэкономишь уже там час-полтора И за эти час-полтора Можно хоть сейчас, не знаю, Яндекс Куриром Подзаработать хорошо, наверное И так интересно отследить у себя вообще в жизни Такие моменты, как с бензином То есть, мне кажется, такого много Таких вообще много С помощью банковских приложений Сейчас можно все автоматизировать Раньше, например, люди платили за сотовую связь Куда-то в терминалы ходили А сейчас все почти на стадии того Что они заходят в приложение и переводят вручную А еще вручную? Мне кажется, дальше, следующая стадия Когда вы просто запрограммировали Каждый месяц в такой-то день Переводить, допустим, 500 рублей на телефон Следующий наш пункт, как раз мы его упоминали Это те самые убеждения Мы все состоим из убеждений Это как бы нормально Если бы мы каждый раз не знали, о чем подумать Это было бы странно Для нас определенный образ мышления становится нормой Но какой это образ мышления? И вот в теме финансов тоже было интересно поднять эту тему Какие могут быть ограничивающие убеждения у нас? Я, кстати, вел канал для предпринимателей Просто опытом делился И столько стереотипов видел разных У начинающих предпринимателей У тех, кто хочет им стать И понимаю, что ровно столько же стереотипов А то и больше И просто у каждого человека Кто не хочет стать предпринимателем Просто про деньги И реально, когда мы растем Мы даже не замечаем, как у нас от родителей, от бабушек Навешиваются какие-то ярлыки Они постоянно же что-то повторяют Может быть, у них опыт был горький Может быть, прочитали Что, например, деньги тяжело даются Большие деньги нельзя честным трудом заработать Вы сейчас это не осознаете У кого они есть Но оно уже сильно вас сдерживает И вы, если вам говорили тысячу раз в детстве Что больших денег не заработаешь по-честному То вы сейчас даже не рассмотрите работу За которую платят 200 тысяч рублей в месяц Хотя любой человек адекватный Может только зарабатывать Да хоть сколько, хоть больше Если не иметь вот этих убеждений Предлагаю даже каждому для себя Вот реально потратить минут 5-10-15 Для того, чтобы всю жизнь прожить Ну, с большим количеством денег Выписывайте вот эти убеждения Поразмышляйте, откуда они появились Примите, что они вообще не ваши Расслабьтесь и дальше живите Потому что, имея вот эти убеждения Они рождают потом все остальные проблемы Например, если вы считаете, что большие деньги Это грязь, например То вы, раз получив, заработав ваши деньги Вы их сразу сольете Просто даже вам будет некомфортно их держать И вы обязательно вложите какую-нибудь пирамиду И это тема следующих проспунктов Это так интересно Может, к нему и перейдем? Давай Потому что реально, вот меня удивляет Люди, они бывают копят-копят-копят годами А потом за два дня все сливают Когда им говорят, например Положи деньги в банк под 5% Они такие, ну да, нормально Но мало Когда им обещают где-нибудь 10-20-30% Они думают, что это обязательно развод Но когда им предлагают 100% годовых или месячных Они думают, а, была-не была Вкладывают все свои деньги и все нахрен теряют Это, наверное, включаются эти глаза Не осла, коня Юлия Да, когда просто такой выпадает раз на миллион Ааа, поехали Да-да-да Согласен, по рукам Но в итоге статистика показывает, что такие подобные штуки Они как мыльный пузырь Пирамиды не так сладко сделаны, что Я вроде бы с 5 лет деньги коплю Первый свой а-ля бизнес в 7 лет замутил Денег заработал и с 7 лет все вещи себе сам покупал А не мама покупала Во время университета ездил в США деньги зарабатывать Заработал там сейчас, если в рубли перевести больше миллиона Но я большую часть этих денег просрал в пирамиде То есть я даже не распространял пирамиды И теперь у меня чуйка на них настолько настроена Что мне, когда кто-то что-то рассказывает Я там с трех слов понимаю, что это будет просто пирамида Поэтому если вам где-то предлагают сейчас Больше там 10-20% Обычно не предлагают там сотни процентов Просто отказывайтесь Откладывать 5% Либо по-другому сказать Заплати себе Это один, наверное, из самых часто встречаемых советов Книгу я недавно дочитала Богатейший человек Вавилона Его тоже одна из важнейших истин Это заплати себе Почему ты типа платишь всем За учебу, за это, за это, за это, за это Но не платишь себе Себе самому то, что с тобой остается Другими словами, как раз таки те же самые накопления То есть это откладывать определенный процент С ваших средств, ваших поступлений Кстати, это я где-то у Бода Шефера У человека, который очень просто о финансах рассказывает Можете посмотреть книги Бода Шефера Он там в форме каких-то сказок, историю все это рассказывает Интересно И он называет вот такой счет, фонд, там, кубышка гусей Погоди, это он придумал? Я думала, это ты придумал? Нет, это он придумал Суть в том, что вот представьте, что у вас есть гусыня И она вам дает яйца Соответственно, если вы не будете не заботиться И в нее вкладывать деньги Она не будет яйца давать Она просто помрет там с голодом И вот он назвал это фонд гусей И у меня долго, наверное, лет 7 в таблицах Так и назывался фонд гусей Да, да, да Я, правда, уже потом откладывал 10-20% от того, что получаю То есть начинают всегда рекомендуют с 5% Это как бы... Да чем меньше, чем лучше Да, да Но постоянно зато Да То есть мало, но постоянно Вода у тебя есть? Ты обещал купить? Угу Сначала заплати себе Вот этот мук заплати себе Он как раз хорошо Можно его интегрировать Вот в таблицу доходов-расходов Будете вести эту табличку хотя бы месяц Увидите свои ненужные траты У вас останутся деньги На то, чтобы как раз их откладывать Как бы это мало ни было Оно с годами вырастет в огромную жирную гусю Про которую я сказал Вы когда деньги откладываете Они работают так, что они вам проценты приносят Даже если просто лежат на банковском депозите Вот Лучше с него начинать От темы накопления Я хотел бы перейти к теме кредитов Кредит, я считаю, нужно брать тем У кого есть деньги Чуть позже я поясню Как бы это странно мне не казалось Все думают, кредит нужно брать тогда, когда нет денег Представьте, что вы что-то купили заветное Что давно хотели Взяли кредит Ага И вот у вас платеж по нему составляет всего Там из рекламы 5000 рублей Допустим, вы получаете даже 50 тысяч рублей Мне кажется, это выше среднего Ну, допустим, 50 тысяч рублей Да, это очень выше среднего Да, и вот вы платите 10% от своего заработка И из этих 5000 рублей на погашение процентов Они на кредит, который взяли, уходят Ну, к примеру, половина И мы можем высчитать, что у вас 2500 рублей Каждый месяц просто сгорают Они на проценты уходят То есть вы 5% дохода, который могли бы откладывать в кубышку, в гущу Вы откладываете, отдаете просто другому То есть вы не в плюс 5% живете, а в минус 5% Поэтому лучше свои желания сдерживать Ставить цели, накопить на них реально деньги И вот их уже потратить без всяких кредитов Почему же я сказал, что кредит нужно брать тем, у кого есть деньги? Кредит, на самом деле, это инструмент Который придумали для того, что когда у тебя есть какая-то бизнес-модель Например, ты знаешь, как взять по 20% годовых И сделать из этих денег 40% годовых Вот это выгодно Ты берешь деньги у банка, платишь ему 20% Сам получаешь 40%, отдал 20% И тебе тоже 20% осталось Когда же вы просто берете на всякие там айфонные шубы Вот это уже сложно Это уже показатель того, что мне нафиг не нужны кредиты Потому что если я этого не понимаю, значит мне это и не надо По сути, кредит это по-русски простой способ удовлетворения ваших нужд, ваших желаний И того, что вы увидели на картинках Импульс возник Мне всегда казалось странно Не знаю, какая-то у меня такая внутренняя штука сидела Мне было настолько неприятно, когда я могла взять у кого-то в долг Даже если это маршрутка на 27 рублей Мне энергетически было неприятно То есть как будто это такая созависимость А это убеждение с детства, оно хорошее Слушай, да, мама всегда говорила, что мы никогда не берем в долг Мама всегда жила посредством Вот видите, человек не осознавал, что это убеждение Я могла платить кому-то, типа что-то по своей воле Но при этом сама мне брать было прям некомфортно Я наскребала такая, говорю, сейчас я тебе завтра отдам, обязательно завтра отдам И прям первым делом вместо привет я отдавала эти 27 рублей Лишь бы избавиться от этого груза, что я забрала у кого-то деньги Отключить рекламу везде, чтобы не купить лишнего Лишние траты и влияние рекламы Я вообще думаю, это наиважнейший пункт Потому что только благодаря рекламе вы можете купить то, что вам реально не нужно Как реклама любая устроена, тебе чего-то не хватает Мы решим твою проблему, тебе обязательно это надо И ты уже такой сидишь, так, 5 минут назад я не знал вообще, что это Но сейчас мне это надо 100% В тему финансов и в тему доходов мы закончим такой приятной мыслью о том, что Работа, которая тебе нравится, привезет тебе намного больше денег Но это, как всегда, в долгосроке, в перспективе Не всегда это видно сразу И сейчас многие, наверное, не согласятся Типа, что, как, а я люблю смотреть сериалы Но, возможно, как раз-таки, ваша любовь к сериалу и немножко навыков Например, там, монтаж или что-то еще Могло бы привести к тому, что вы бы завели блог Как вы обозреваете сериалы и, там, копеечку с этого зарабатываете Потом еще больше, еще больше Но первостепенно лежит то, что вам это нравится Почему это работает? Когда занимаешься тем, что тебе нравится То можешь намного дольше этим заниматься Намного лучше это делаешь Потому что, в частности, ты это изучаешь, как делать лучше И со временем тебе, конечно, за это будет больше платить Абсолютно все, чем сейчас люди занимаются Кто-то за это получает 30 тысяч рублей А кто-то 30 миллионов рублей Разница в том, что кто-то, кто получает 30 Он просто этим занялся Ну, потому что, ну, надо деньги зарабатывать Кто-то получает миллионы Он этим просто как призванием занимается Ему это нравится Поэтому, если у вас есть выбор между работой Где вы будете получать 30 тысяч, но она вам нравится И 50 или 100, но она не нравится Выбирайте 30 И в долгосроке ваши эти 30 превращаются Через год-два в 50, потом в 100, потом в 500 Работа, которая не нравится, никогда у вас в миллионы не превратится Вообще никогда Вы будете, во-первых, уходить У вас будет постоянно текучка Вас переманят другой работой, где плюс 5000 добавят Мотивация изначально другая Вот почему очень классный вопрос задать себе Чем бы я занимался, если бы мне за это не платили Вопрос, который мне в 10 классе задали Профориентация, при том, что это была тема в немецком учебнике И когда этот вопрос я прочитала Я такая, боже, это гениально Потому что уже к тому моменту, уже к 10 классу У меня была куча убеждений в голове Что работа это сложно Мне папа всю жизнь говорил Радуйся школе и университету Потом начнется жопа Он мне всегда говорит Потом начнется жесть Начинается не твоя жизнь уже Классное убеждение Когда вы делаете то, что вам нравится И, допустим, вы работаете на кого-то Это, конечно, видят начальство Они видят ваши искры в глазах Видят с кем бы энтузиазмом работаете И видят, что вы работаете не до 6.00, например А дольше Соответственно, вас будут повышать Так что это временно Если то, что вам нравится, приносит сейчас мало Просто занимайтесь этим И все будет круто Вот пример прекрасный Первые два года я зарабатывала 120 рублей в месяц Ты даже вообще не думала, наверное, о деньгах? Нет, конечно У меня они просто капли Я такая Ааа, смешно Мы вас благодарим за просмотр Очень надеемся, что было полезно Я почему-то убеждена, что хоть один пункт будет полезен Теперь давайте ваше слово Напишите в комментариях Вообще Как вам, во-первых, видео Может, вы что-то новое для себя открыли Какой-то пункт Время деньги Надеюсь, что Время, которое вы потратили на видео Оно не потрачено пустую Оно принесет вам деньги Или сохранит их Спасибо за просмотр Ну что ты сладкий, ты такой Ты как будто кандидат в Сенат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok